Всем привет! Сегодня поговорим о психологии, об отношениях, где-то мой личный опыт, где-то что-то у меня с работы будет. Ну, многие себя могут в этом узнать. Женщины очень трепетно относятся к мужчинам, очень часто идут на уступки, очень сильно трясутся за мужиков, чтобы их не потерять. И вот когда вот этот страх потерять, остаться без мужика, социальное давление, одиночество, экономическая ситуация и так далее, неважно, что побуждает к этому действиям, этим страхом. Женщины очень часто идут на поступки какие-то, да, такие, которые, может быть, она себе, по сути, они претят не позволила, но она к этому скатывается. Когда трясутся за мужиков, он позволяет больше, чем неуважительное отношение к себе, ни во что себя не ставит, стираются личные границы, там можно перечислять много-много-много. И получается, что жизнь женщины, часть жизни женщины переходит на то, чтобы трястись на счет своего золота, вот эта Кащеева смерть в яйце, ее мужчина, ее муж или ее парень, или там, неважно, кто, сожитель какой-то, чтобы его не потерять из-за своих страхов. И мужчина в такой ситуации, вы знаете, это любая будет страна, турок, не турок, блин, русский, грек или еще кто-нибудь там, иранец, любой мужик в такой ситуации расслабит булки, будет кайфовать делать все, что он хочет, потому что он не боится вас потерять, у него нет такой угрозы, чего напрягаться, если все готово, идет мне в руки, то есть, условно, она мне простит все, что угодно, тогда это доходит очень часто до измен, некрасивых слов, обид каких-то, да. Я всегда говорю, то, что с вами происходит, это все зависит от нас, насколько мы позволяем себе, как относиться, так к нам и относятся. И на самом деле, если мы берем именно психологический аспект здесь, как мы к себе сами относимся, насколько мы себя любим, так относятся к нам все окружающие, если я сама себя не люблю, не уважаю, не забочусь о себе, для себя, я любимая, и там что-то не делаю, почему я жду, что кто-то извне это будет делать для меня, что кому-то это надо, и кто-то мне что-то обязан и должен, кто вам ничего не обязан и не должен, так и вы никому, почему вы решаете, думаете, да, или ждете, что для вас это кто-то что-то начнет делать. Вот насколько вы себя не любите, не уважаете, так вы и позволяете к себе относиться, поступать, не только мужчин, а вообще, в принципе, работодатель, друзья, родители, личная жизнь, отношения, во всех аспектах. Подумайте, вообще себя любите, это значит, что вы к себе так относитесь, что подставляетесь под несправедливую жизнь, что с вами такие события происходят. Это вообще вопрос про самооценку. Мы сейчас про мужчин. Очень часто в таких ситуациях оказываются женщины из-за страха остаться одной, из-за страха, я не знаю, одной расти детей, неуверенности, давления родителей, а что ты будешь без отцовщины урастить детей, или родители говорят, могут давить, вот у детей должен или у ребенка должен быть отец, терпись, тисни зубы, все терпели и тебе велели. Так, неважно, причины могут быть разные. Часто очень женщина, успешная, красивая, скажем так, достойная, живет с мужчиной, который, ну, вообще не соответствует ее ни уровням, ни запросам, просто абы какой-то лишь бы был. Или девочки чувствуют, вот у меня было недавно на консультациях такая история, девушка очень ухоженная, красивая, самостоятельная, работает, она там, у нее студия красоты, сама тянет, все, а ее парень, это в России история, парень русский, он, ей все, все 50 на 50, везде плати, сама за себя, началось это с вот этих типа партнерских отношений, все 50 на 50, она была не против, она ни разу там не каких-то из-за выгоды и еще чего-то, за чистую светлую любовь, но он настолько обленился, настолько не хотел не брать за нее ответственность, а не хотел вкладываться в отношения, что его 50 процентов, они фактически исчезли в моральном плане. У нее какое-то переживание, у нее там трагедия, дедушка умер, он ее особо не поддерживает, а что вкладывается, она с нами справится, он же все 50 на 50 и так далее. Вот поймите, или говорят, все мужики изменяют, или все женщины, все такие плохие, нет, есть, которые не изменяют, знаете, кто не изменяет? Тот, кому ценные отношения, тот, кто боится потерять отношения, не изменяет тот, кто знает. Я сейчас, его никто не запрещает, не держит на коротком поводке или ее, неважно, я как бы от себя, как от женщины это говорю, как отношения мужчин, да, можно поменять местами. Или она, женщина, не изменяет тот, кто знает, если он сейчас пойдет, это сделает, и это станет, не знаю, общественно известным, партнер твой узнает, ты точно знаешь, что эти отношения или эту семью, этот брак ты потерял. Обратной дороги нет. И ты не из-за страха этого не делаешь, а ты так, страх ничего не решал, он не остановит. Если человеку хочется, он это делает. Или, например, если, которые потом сграют, но это все равно до поры до времени, любая ложь становится правдой, ты все равно, через год, но ты проколешься, или ты расскажешь, и все равно это всплывет. Это очень редкий случай, когда это вообще окончательно скрывается, типа ничего неизвестно, как минимум кто-то со стороны может рассказать. Кому дороги отношения, знай, что я, сделав этот поступок, я лишусь этого партнера, а с ним и того всего хорошего, что я в нем любил, уважал, чтобы мне было хорошо, там даже комфортно, где-то своя выгода и так далее. И человек взвешивает, важно ему потерять это все. Что важнее, сиюминутное наслаждение и под угрозу ставить свои отношения, или все-таки остаться, и, например, да, почему хочется изменить, например, не устраивает личная жизнь сексуальная какая-то, или пойти к своему партнеру, выяснить проблему, может, и как-то можно решить, и удовлетворить себя каким-то образом, пойти на диалог, и, короче, проблему, и не надо вот к этому прибегать. А если в этот момент партнер такой думает, блин, ну не хочу я ни о чем говорить, она, как всегда, или он там включит травму, будет выносить мозг, мне проще пойти изменить, получить то, что я хочу здесь и сейчас, а потом там, вот это уже не про любовь, не про отношения, и измены происходят, потому что здесь нет любви, не то, что бояться надо трястись за партнера, ты не хочешь с ним быть, ты просто боишься самого процесса расставания, поэтому себе в нем не признаешься, или не приближаешься этот процесс, и так далее. Но, кстати, когда идут изменять, это вообще, в принципе, признак того, что у тебя с партнером нехорошо, и те люди, которые изменяют, или делают преступления, совершают, и так далее, есть там маленький процентик небольшой, того, что преступник, назовем так в кавычках, преступник ждет, что его найдет следователь, что его накажут, что его поймают, и очень часто, в процент велик, есть люди, которые это делают отчасти неосознанно, и думая, что это, но они ждут наказания, это вообще психологическая история, это про психоанализ, здесь мы идем, травмы всякие, но есть такое, то есть, условно, идя изменять, идя на этот поступок, неважно, под каким-то там, не знаю, соусом находишься, да, минутно или спланировано, неважно, однократно, многократно, и так далее, в любом случае, ты уже знаешь риски, и ты уже ждешь, что тебя поймают, и ты уже понимаешь, что это произойдет, ты уже теряешь своего партнера, доверие и все прочее. Так вот, как к этому не скатиться, да, что мне не пришлось изменять, или мне не изменяли, или у нас уже утеряны эти границы, я уже жду, или я уже принимаю, делаю все для мужика, я уже трясусь, как бы его не потерять. Дело всегда не в мужчине, что ты ему потерять боишься, страхи другие. Страх мужчина просто закрывает тебя, если ты за него трясешься, делаешь все для него, и боишься его потерять. Мужчина тебе просто создает ощущение протекции, защиты от других каких-то страхов. Проблемы не в нем, и причины не в нем, что он такой замечательный, офигенный. Он просто тебе закрывает твой какой-то страх. Он тебе нужен, чтобы со своим страхом напрямую не встретиться. Чтобы начать избавляться от страха, он, кстати, год назад такой был, страху надо посмотреть в глаза, вообще признаться, что у меня этот страх есть, что я вот этого боюсь, разложить свой страх на составляющие, что к этому привело, как вообще этот страх сформировался, а что в нем ужасного произойдет, ну окей, вот встреча со своим страхом, а что дальше, что я умру, что произойдет. То есть вот это все раскладываем, обесцениваем свой страх. Да, если уже потеряны вот эти личные границы уважения и все прочее, как это обратно восстанавливать? Вести отношения на равных. И когда я говорю партнерские отношения, многие люди почему-то думают стереотипно и неверно, заблуждаются, что партнерские отношения, это вот европейские, как в Европе, когда каждый сам за себя 50 на 50 платит в ресторане, мужики цветы не дарят, подарки, вот эта вся история, это не про то вообще. Партнерские равно здоровые отношения, это те отношения, когда партнеры в равных долях вкладывают эмоциональное присутствие и участие в этих отношениях. Когда это не играло дни ворота, кто-то больше, кто-то меньше, а когда на равных и равноправно мы вкладываем в отношения. Это и есть равноправное. Они когда в ресторане платят 50 на 50, вот эта вся история про независимость, все-таки бред. Это не относится к здоровым, про любовь в отношениях, к равноправным отношениям, партнерским. Вот эти слова в психологии тогда используются. Так вот, если это уже утеряно, если вы четко решили, что вы хотите это поменять, первый риск примите, что вы можете потерять своего партнера, если он не захочет обратно возвращаться, как было раньше, например, когда у вас были, может быть, разочиналось это все равноправно, он может, его все сейчас устраивает, вы будьте готовы, что если он перемен не захочет под вас подстраиваться, под ваши перемены, вы можете его потерять. Я сразу говорю, он имеет на это полное право отказаться, например. Но если, больше скажу, процент вероятности того, что вы начали с равноправных и скатилось до игры в одни ворота с вашей стороны, больший процент, что откатится обратно, как было раньше, что он вспомнит свою прошлую ролевую модель, может быть где-то ему неприятную, неудобную, но вы ему напомните, как мы начинали, так что если хочешь, то есть если у него есть желание с вами продолжать, вы ему нужны как женщина, как личность, он вас любит, есть любовь и чувство, не захочет он вас терять и все равно вернется к прошлому, откатится и будет так, как вы по-равному назовем тогда, как вы и хотите. Например, если мой парень мне говорит, я с друзьями пошел смотреть футбол или в бар пить пиво смотреть футбол, или мы с друзьями идем играть в ригби, или мы с друзьями встречаемся и все прочее, это типа Аля должна по правилам сейчас дома сидеть, ждать никуда, не ходить, он ревнивый, и вы ему не назло, например, как выставлять личные границы, говорите, а я тогда к подружкам пошла в компактер, я не знаю, мы с девочками встретимся, вина ты пить? Нет. Максимально, чтобы в отношениях всегда и вообще в общении с людьми не показывайте своих эмоций, ни хороших, ни плохих, нейтрально. Я ему нейтрально, не назло, а так, как надо, мы на одни уже права выстраиваем, говорю, ты идешь к друзьям, проговариваю, а я тогда, у тебя есть вот это право, я свое право реализовываю, иду, например, к подружке в гости, или мы с девочками встречаемся в караоке, или мы еще что-то. Парню не нравится, он сразу говорит, не понял, ты же раньше дома сидела. Нет, я хочу, чтобы ты сидела дома. Вы отстаиваете свои позиции, говорите, мы равные в отношениях, ты мне не начальник, условно, я не вижу кольца на этом пальце, чтобы ты мне приказывал там, вот эта вот вся история включается, без надрыва и истерик, но просто говорим, да. И тогда ты же пошел к друзьям, тогда ты к друзьям не иди, тогда ты пододвигайся, находи компромисс, если ты не хочешь, чтобы я делала так же, как ты. То есть, по сути, мы отзеркаливаем его действия, но не с посылом на зло тебе, возмездие, если даже вы так чувствуете, вы ему хоть это не показываете, не говорите, будьте умнее, окей? А мы на нейтралитете гладко говорим, это твои возможности в отношениях, вот мои. Мы равноправно, я имею такие же права, как и ты. Все. И так во всем. Очень часто вот в это равноправие, мне девочки жаловали, скатываются, что потом я покупаю продукты, я плачу за жилье, или он живет в моей квартире, почему мужик вообще нифига не начинает, ни парень не вкладывать. Не зазорно поднять эту тему и поговорить. Вообще не зазорно обсуждать все, что вас беспокоит, что вам не нравится. Не надо бояться поднимать какие-то темы, быть там неудобной или еще какой-то. В первую очередь, это ваши интересы. И почему вы должны у себя на диване терпеть парня, типа, который вас там любит или еще что-то, который полностью живет на вашем удовольствии, обеспечиваете, ваша квартира, например, продукты ваши, все ваше, простите, интимные услуги, все вы оказываете, уходят только на работу, приходят, кайфуют. Алло. А напрягаться, типа, не надо? Давай тогда как-то что-то делить, условно, 50 на 50. А вот если в эти моменты парень сопротивляется очень радикально, в оппозицию, говорит, нет, ты что, офигела, все было классно, я не хочу ничего менять, у вас вопрос вообще вам. Вы сейчас заявляете о своей равной позиции с партнером в отношениях, и он вам говорит, иди ты в баню со своей позицией, мне нравится, когда ты вкладываешь, а я ничего не делаю, я тебя не ценю, не держу из-за тебя, мне не важно, со мной ты или какая-то другая, мне просто с тобой удобно. У меня вопрос к вам, и вашей самооценки, вам это вообще приятно ощущать и слышать, когда вам такой посыл вообще идет, вот общение с человеком. Мне бы было нет. И это будет вопросик задумываться, а может быть, не нужны такие отношения, где меня ни во что на моей территории не ставят, о чем мы там ждем какой-то любви, нормального отношения к себе и хорошего. Да блин, он изначально ненормальный, вы в одни ворота держитесь за мужика, трясетесь, боитесь потерять, он вообще наглеет по максималкам. Поэтому, что бы вы хотели, если вы хотите к себе хорошего отношения, чтобы к вам как-то хорошо относились, полюбите себя для начала, пожалуйста, начните себя уважать, любить, а потом люди остальные, тем самым вы начнете понимать ваши интересы, ваши личные границы, что мне окей, что не окей, что хорошо, что не хорошо, а потом окружающие вокруг, и мужчины, и родственники, и коллеги, и подруги, начнут учиться вашим границам новым и будут либо их соблюдать, либо уходить из вашей жизни. А если человек не соблюдает границу, равно он вас не уважает, к вам не прислушивается, вы ему не важны и не дороги, вы не в рамках его интереса, зачем вам такой друг или близкий человек нужен, когда вас ни во что не ставят, вами не дорожат, вас не принимают, а вас используют, это называется по-другому. То есть такие вопросики сегодня поняты, глубинные, пожалуйста, если что-то интересное, себя увидели, пишите в комментариях, я вам всегда скажу, что в инфобоксе моя почта, если вам нужна моя консультация психолога, пожалуйста, пишите, в скайпе с вами встретимся, жду ваших комментариев под видео, лайков, подписывайтесь на канал и рассылайте его в соцсетях, статистику повышает канал, больше просмотров. Спасибо всем, пока!